ЮДЛИИИИ Сейчас начнем с боя Салихов-Талиб Там в принципе все ясно В первом раунде Салихов Просто застрелил Талиба Справа И даже добивать там не стал Потому что в принципе там уже Пахло овощами И рефери вовремя Подбежал Круто, красавчик В этом весе Нам нужны такие ребята Следующий бой Наверное самый спорный на этом UFC Это Зубайра Тухугов Лерон Мерфи Актер такой был, помните еще Наверное Кто-то из их семи дерется что ли В первом раунде Зуба хорошо попал слева Начал дорабатывать на земле Но немножко видимо не хватило то ли опыта То ли уверенности в себе Вколотить Мерфи в канвас И что-то там не получилось Мерфи очнулся Хотя Зубайра уверенно забрал этот раунд себе в копилочку Во втором раунде только переводы нормально смотрелись В стойке он там что-то так пропускать стал В общем там что-то не айда вообще пошло Плоховатенько И вот второй то раунд там Плюс минус Если считать по урону А урона в этом раунде было больше у Мерфи То с небольшим преимуществом Можно отдать второй раунд Мерфи Плюс вот эти выходы на гильотину Это же тоже считается как урон А когда Зубайра держит его у сетки Это не урон Да это контроль Но это не урон А я считаю что надо все-таки считать урон Который был нанесен в определенном раунде И даже когда Зубайра держал его у сетки Мерфи все равно его бил Не сильно да Но это все равно приносит какой-либо урон На суде все равно это как-то влияет То есть если даже контролишь у сетки Надо что-то делать Разбивать ноги Бить в корпус Ну что-то делать Наносить какой-то урон Поэтому наверное все-таки второй раунд да За Мерфи В третьем раунде Зуба тоже провалился в стойке абсолютно И даже там когда у сетки держал опять же не бил его А наоборот Мерфи зуб убил И тут уже тоже блин ну как сказать Наверное все-таки по ударам то Мерфи перестучал Зубайру В общем при всем вот этом исходе Ничья в принципе для Зубы Для Зубайры это нормальный результат Потому что некоторые судьи слепошарые Вообще все могли Мерфи отдать И тут еще знаете что надо учитывать После боя После третьего раунда Когда Мерфи отошел от Зубайры Он еще был в принципе ну такой свеженький парень А Зубайра он вообще еле вышел Смотрите как он выходил из октагона Он даже футболку там еле надел В общем он все силы отдал в третьем раунде Наверное потому как смотрелось Все это дело Ничья нормально Тут и Мерфи тоже немного сделал Чтобы прям вот победить Поэтому фиг с ним Ну я думаю что это вот прям вот Как говорится не вам не нам Давайте ничью и все и расход Просто мне кажется блин вот так вот бои не выигрывают Те кто думает что Зубайра прям выиграл Следующий бой Тайсумов Феррера Бразилец Прикольный такой парнишка в наколках Началось все очень бодро Феррера такой прям работает в стойке Я думал он будет бороться Но когда Тайсумов попал я думаю Уууу все Тайсумов уже там рекорд поставил в этом весе У нее 4 досрочные победы подряд Я думаю что ну вот она все Вот еще одна досрочка Все круто Начал добивать его Но что то там Как то опять же не получилось Нормально забить его голову в землю И все И Феррера блин включился Включился Понятно Первый раунд точно Тайсумов забрал это Прям вот к бабушке не ходи да Второй раунд начался Феррера как будто и не был вообще ударен Никуда не по лицу Ничего Идет вперед как киборг Блин 600 тысяч ударов в минуту выкидывает Я такой Чего Чего Как ты так вообще можешь Тайсумов его там и так борол и так борол И вроде там пытался перестучать Но потихонечку Потихонечку Феррера на свою катушку наматывает Наматывает Тайсумова Перебивает его Просто там то лоу кик То в голову То в корпус Вот просто идет Че вот Че кидается То и кидает вообще вот И смотрю Тайсумов что то засуетился Засуетился И в итоге как начал там в одну калитку все пропускать Ну и все Второй третий раунд практически полностью слил Блин так началось все хорошо И вот такие пироги В итоге Проиграл единогласным решением судей Как так вообще Где он свернул не туда Фиг его знает В общем вот Ну смешанные Тут вот такие вот Непредсказалки Непредсказушки Могут быть И то что в боксе Да как началось Так и закончилось Хотя вон Судя по бой Допустим Ковалев Против Ярда Тут тоже бывает Ну много бывает Че я тут начал про бокс Мы же про UFC Говорим все Забыли Че это у меня тут пыль какая то Кстати нравится футболочка Это мы и такую придумали Можете там по ссылке в описании заказать Тема Будете ходить и все будут говорить О че за какой то парень Это такой Ну ты Ты не в теме просто Ты не в теме Свои ребята В общем потом дрался Ислам Махачев против Рамы Точнее против Рамаса Но вы посмотрите на него Это же вообще там Такой кабан здоровенный Вот тут уже для нашего парня сложилось все более менее хорошо В принципе на всех уровнях Ислам сделал вещи Мне прям понравилось Уверенно Спокойно Везде контролировал ход боя Прям приятно посмотреть Приятненько На ручках перебил Бороть не давал Джебы пропускал Ну вот это вот все понимаете да Особенно когда с колена попал Начал добивать гранд энд паундом Поняли да какие слова выучил я Вот так вот Это добивание на земле называется Вот Вот это прям смотрелось круто Я прям думаю вау 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 Вообще сейчас опять Вот А ну в итоге вот В третьем раунде добить не смог Ну как бы все судьи да круто А вот Шамиль Абдулрахимов проиграл во втором раунде Кертису Блейдсу Ну там конечно ребята Борьба у Блейдса просто на каком то вот на хабибском уровне Ну он крутой Он крутой Хотя блин Абдулрахимов Да по моему Когда с такой фамилией ты рождаешься У тебя уже включена должна быть опция борьба Галочка стоит По умолчанию в настройках Она должна быть Тут видимо что то не знаю Может быть не поставили галочку Или что то там ПОшку не обновили Ну в общем видимо у него не совсем этот процесс работает Хотя надо бы надо бы Не сегодня видимо Ну и бой который был перед главным событием этого вечера Пол Фелдер победил раздельным решением судей Эдсона Барбозу Это был реванш Потому что давно когда то они дрались Потом Фелдер четыре подряд сделал победы Барбоза там что то не помню туда сюда в общем то И они ударники оба в принципе Ну а вот Фелдер видимо сделал чуть больше Шел вперед Пёрк Зарубался постоянно За агрессию видимо И за вот этот вот напор от него За желание победить За волю к победе Видимо судьи отдали ему эту победу Хотя один судья вообще там Отдал тридцать двадцать семь Барбозе Хотя куда там Ну слепошарые судьи они всегда везде бывают И были Поэтому не страшно Вот Ну в целом получается вот так вот Ну и чё Фелдер красавчик Есть куда стремиться Есть куда гнать Оба нормальные Они такие ребята спокойные Вот Барбоза то уже там битый не раз Поэтому А Фелдер вот в принципе Может быть новая звездочка там зажжется Но вот в принципе в стойке Показали достаточно зрелищные события Хотя бой вечера в этот уикенд Так никто и не получил Хотя Ну наверное некому был давать особо то И кстати надо отметить Что Фелдер видимо знал Когда на Барбозу идешь У него чё-то вообще всё в жопу катится Ничего у него не получается И видимо вот эта тактика Стратегия на бой сработала Барбоза постоянно Вытирал жопу О глетку И чё-то у него там не особо прямо получалось Лоукики не летели Хайкики тоже так туда-сюда В общем-то Поэтому Видимо вот когда на него идешь Можно победить его Хабиб тоже на него шел И вполне себе даже в стойке его перебил Так что Барбозе нужно что-то менять Это как Джуниор Дос Сантос Тоже на него прешь Все Сантос твой Он на тебя идет Держите его семеро Ну и переходим к самому интересному Хабиб Нурмагомедов Дастин Парье Парье крутой ударник Хороший парень Занимается благотворительностью Серия побед Временный чемпион Все дела Хабиба вы все знаете Борец Бьется неплохо В ударке у него все вроде тоже хорошо И в целом Самый наверное доминирующий парень В этом весе И он вот пришел забрать Нормальный пояс Новый Который потому что Старый был Пришел за обновлением Так сказать И в общем сейчас мы посмотрим Что там получилось Но сначала Я вам покажу Кусочек ролика Который мы сняли К этому бою В стиле Фильма Карты деньги Два ствола Покажу вам небольшой Прям отрывочек Эй ну это же крафтовый бар Конечно пирожные здесь говно Люди сюда приходят не за этим Да насрать Я принес тебе прогноз На этот раз стопроцентный На бой Хабиб Против Парье Вау Хабиб Парье Но в этот раз ты рискуешь не только своей репутацией Но и нашими деньгами Мы готовы поставить в два раза больше Отлично Две тысячи рублей это большие бабки Но где вы их нахрен достанете Вот такое вот кинцо Это вот самый такой интересный момент Полностью его можно посмотреть у меня в инстаграме Ссылка на мой инстаграм в описании Там целый ролик Посмотрите Я думаю многим ценителям такого жанра должен зайти Итак к бою В принципе всем было понятно Что Хабиб будет бороть Хабиб будет давить Хабиб будет прижимать Дастина к клетке И возить его рожей по забору Все это в принципе было понятно Но нифига Дастин не смог с этим сделать Хотя знал прекрасно что будет делать Хабиб И в принципе я смотрел бои Дастина И понимал что в борьбе то у него вроде неплохо все И он сможет что-то противопоставить борьбе Хабиба Но я забыл что Хабиб машина для перетирания людей о сетке И вбивание их бошки в канвас А также сжимание их в тиски там и так далее и там подобное Вот это вот все вот вы знаете Вот этого я немножко вот не учел Я думаю Дастин тоже это не учел Вот поэтому так все это получилось И у Дастина то в принципе только в стойке были шансы И даже зацепил он его во втором раунде И неплохо вроде начал что-то добивать Даже пару раз попал Но Хабиб как-то что-то там начал уворачиваться Восстановился и все И опять пошел в борьбу и все у Дастина опять проблемы Потом конечно Дастин сказал что да у Хабиба слишком рваный темп Я не мог подстроиться не мог синхронизироваться И все вот это вот пошло куда-то просто в задницу И ничего не получалось у меня Потом еще одна интрига была Когда Парье поймал Хабиба на гильотину Но он не смог заправить ногу Не смог правильно замкнуть все вот эти вот замки Там все эти фишки Потому что контроль был неполный И получилось так что Дастин из-за этой гильотины Потерял до хрена просто сил И Хабиб А второй раз Хабиб говорит я вообще ему отдал голову Потому что знал что он сейчас опять будет меня Пытаться задушить Потеряет силы И я его вообще там размотаю План на бой Ну а в третьем вообще там в принципе все опять то же самое Хабиб прижал к сетке Помучил немного Дастина Опять там что-то перевернул Растянул Руку заправил Все Приехали В принципе это ожидаемо Я так и думал что Хабиб досрочно победит Правда думал это будет в четвертом либо в пятом Тоже замучает Затеребит его там возле сетки И что-нибудь там либо добьет его Либо тоже поймает на удушение Да Да Доминирование просто бешеное какое-то Ну я не знаю Это что-то Это какой-то новый уровень Какой-то запредельный хабибский уровень доминирования в этом весь Проще говоря как поет Серега Жуков Начали обнимает И сердце прижимает А я мучаюсь от бой И вот это вот все короче Такая история да Дастин плакал после боя И это было ребят очень трогательно Поэтому давайте посмотрим этот момент Я знаю что поединок прошел не так как ты этого хотел Как тебе эта поддержка здесь в Абу-Даби Ты всегда будешь любимцем фанатов Я понимаю что ты расстроен Но как этот поединок прошел Относительно твоих ожиданий в преддверии него Ну я ожидал что он будет давить Знал что много времени проведу у клетки Я чувствую что просто подвел себя Я отдал многое готовясь к этому бою Я думал что карьера подготовила меня к этому моменту но Может в каких-то моментах я мог сделать больше Я был так хорошо готов А теперь просыпаясь Я буду смотреть на себя в зеркало С этим результатом и Трудности прошлого меня научили что В хорошие времена надо быть благодарным А в тяжелые нужно вести себя достойно Так что я отправлюсь домой Проведу время с семьей Это был долгий путь Я горжусь всем чего достиг в этом спорте У меня еще много порохов в пороховницах Но сейчас мне нужно время чтобы обо всем подумать Так или иначе пояс чемпиона и красавица дочка ждут тебя дома Мы не сомневаемся что ты вернешься сильнее Спасибо что остался на интервью Леди и джентльмены еще раз Бывший временный чемпион Извиняюсь перед всеми Кого подвел Обещаю я хотел этого больше чем что бы то ни было Аплодисменты королю Лафаэта Луизиана Дастину Порье Ну че тут сказать Мужики иногда плачут Этот пюре тоже красава он Он тоже себя нормально вел там Без всяких выпендрежек Так мне его жалко Слушай чуть ли вместе с ним не разрывелась я Так жалко мне стало его Ему хоть какой-нибудь дремень Нельзя что ли дать Хоть кожаный простой на брюки Я надеюсь Дастин не обидится на эту Безобидную шутку Тем более она не моя Кстати интересный факт Хабиб пожертвует деньги В фонд Дастина Порье Который помогает там Разным людям Которых проблемы В Африке что-то они там строят Роют какие-то колодцы Чтобы у людей была вода Хабиб сказал что продаст футболку Мы там поменялись футболками Они продадут эти футболки И все деньги он отдаст Дастину с продажи этой футболки И Дана Вайт сказал что Сколько даст Хабиб Я дам столько же Просто Респект ребята Наконец-то ваши котелки стали варить в правильное русло В правильном направлении Потому что Вы такими бабками ворочите Пора бы уже помогать людям У которых действительно жопа Да сейчас у Хабиба 12-0 в UFC Как в свое время было у Андерсона Силвы Он уже абсолютный чемпион Пояс у него правильный И задали он очень интересный вопрос На пресс-конференции Возможно ли организовать бой Джорджа Сен-Пьера с Хабибом И вот что ответил Дана Вайт Не хотите сейчас отвечать на какие-то сложные вопросы Но даже в Бразилии люди говорят о том Что хотели бы увидеть бой Джорджа Сен-Пьера против Хабиба Как думаете возможно ли это в будущем? Да Да это возможно Спасибо Всем доброй ночи Спасибо Поняли 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 Все возможно ЖСП Давай уже это Хорош там отсиживаться Тут бабки бабки Ну и крутой бой рисуется Мне кажется прям тема Дастин Дастин кстати все это очень серьезно воспринял Очень болезненно Говорит Я так готовился как никогда Я шел реально за победой Я не шел отбывать номер Не шел зарабатывать деньги Я думал что действительно я чемпион И прям ну вот загнался он Для него это серьезно Вот посмотрите что он даже говорит Да гильотина была очень очень плотная Но всю свою жизнь я буду смотреть на это и думать Почему я не закрыл полный гард Когда я делал это И я должен был прыгнуть в полный гард Я закинул только одну ногу и он смог пройти И конечно Дастин отметил уровень борьбы Хабиба Он тоже кое-что сказал Я ждал каждого следующего раунда Я думал что так же будет только легче И то что у меня получится Разорвать его ритм ближе к концу Но он Его баланс и его распределение веса Когда он у клетки У сетки или когда он в партере Я дрался с парнями которые Сильнее него физически Но в плане Своих умений Своего опыта Он на другом уровне Ну тут не поспоришь Хабиб реально блин Какой-то вот Уровень борьбы я просто не знаю Такое ощущение что Борьбу придумал Хабиб И потом уже такие Оооо можно так делать Круто Давайте мы тоже будем Да заметили кстати Вся команда Хабиба Уже как он Заправляет ноги Замыкает замок Вот так вот Когда сидит Соперник у сетки Ножки выпрямил Сзади их там зажал Уже все так делают Уже это стало Такой классикой Я думаю что они все Подтянут борьбу Потому что они все занимаются С Хабибом А как говорится Если ты занимаешься с крутым Соперником Ты подтягиваешься до его уровня Потихонечку И фишечки Перенимаешь Я думаю что скоро Зубайра начнет бороться Просто вот как Почти Хабиб Еще хочу вам кое-что показать С пресс-конференции После боя Хабиб Немножко потроллил Глоров Которые говорят что Хабиб там не чемпион Хабиб там бьет мешков И так далее Он сказал что Даже если ты самый крутой Даже если ты доминируешь Все равно Но И они постоянно будут говорить Ты должен подраться с этим Чтобы доказать что лучше Ты должен подраться с этим С этим Проявите уважение Поставьте меня Номер один Pound for pound На следующей неделе Потому что мне кажется Я заслуживаю это Потому что я доминирую В отношении всех своих соперников Я не побежден И я думаю я заслуживаю уважения Вот такие вот дела Согласны ли вы с этим или нет Можете написать в комментариях И действительно ли Нужно сдвинуть нафиг Джона Джонса оттуда И поставить на первое место Хабиба Потому что Джонс Последнее время Не так убедительно побеждает Хотя у него там До хера защит титулов И он вычистил дивизион Полностью можно сказать Потому что Посмотрим как Хабиб будет побеждать Там Десятая Двенадцатая защита титула Посмотрим Что будет с Хабибом Сейчас пока вот такая ситуация В принципе Я думаю что Пока наверное рано Ставить его на первое место Все таки нужно Хотя бы с Тони Фергюсоном подраться Там уже Можно что-то говорить Скромности Хабиба конечно не занимать Ну Чемпион Что тут скажешь А я же вам забыл что рассказать Ёлки палки Хабиб то после боя Выпрыгнул через клетку Гляньте только Выпрыгнул Выпрыгнул Кто-то даже не успел Установить Побежал к Дани Вайту Начал что-то Его там обнимать Оказывается он бежал Вообще не к нему Ну короче Все вроде там нормально Все разрешилось Все хорошо Закончилось И кто-то У него Хотел приземлиться на нем И через них Через него уже к дядям А там Получилась Чуть не разбериха Кстати он сказал тоже про гильотину От паре Сейчас тоже вам включу Что вы понимали Как он вообще Вот эту ситуацию Да с гильотиной Объяснил ребятам Что вообще Произошло Очень Очень близко Он был с гильотиной С первой гильотиной Это была очень хорошая гильотина Но Я Ожидал это от него Я смотрел все его бои И я знаю Что он Делает гильотины Первый раз Она была очень плотная Второй раз Я Я понял Что Он потерял Очень много энергии И я могу Воспользоваться этим моментом Это как бы часть Часть игры Часть плана Ну Всю Да Конференцию Не буду вам показывать Сейчас еще очень интересный вопрос Мы задали Как на нем отразилось то Что вся команда его Практически Да Билась там Или вся Не знаю сколько там Народа у них дофига Его команда Билась в этот вечер И вот что он ответил Потому что это Ну Психологически Это не просто Вот что он сказал Больше Больше не хочу Я извиняюсь за это Больше я не хочу драться Так что я буду с ним разговаривать Ну Насколько морально это тяжело Ждать пока они выступят Как это на тебя давило И мог ли ты полностью сконцентрироваться Конкретно на своем поединке Или же ты все равно отвлекался на ребят Это очень давило Потому что Потому что Ну Ислан дрался После Ислана был Барбоза Я даже не разогрелся Пока Ислан дрался Я там сидел Потому что Не можешь сфокусироваться Там Зуб подрался По-любому Ты нервничаешь Так что Я бы не хотел больше На одном турнире Что мы вдвоем Троем дрались Честно говоря Ну По-любому опыт должен Мы подрались Мы увидели плюсы и минусы Я считаю что Минусов больше Ну это мое личное мнение Ну послушаем ребят тоже Как они чувствовали себя Но я Не так уж чувствовал Честно говоря Ну его кстати можно понять Потому что Когда ты находишься рядом И твои там ребята бьются Я тоже Ну не раз присутствовал Когда мои знакомые дрались Это конечно вообще там Ну что говорить Вон Ковалев с Ярдом дрался Блин Когда он начал там в нокдауне Ходить Это вообще конечно Ну Такой мандраж Даже через телевизор Понимаете То есть ты прям переживаешь А уж находиться у клетки Это вообще Засада Кстати 10 сентября Во вторник В школе нокаута Крашер На 905 года В Москве Пройдет встреча С Сергеем Ковалевым В его зале Для всех желающих В 18.00 Вторник 10 сентября Школа нокаута Москва Так что если кто хочет Автограф сессию Пофоткаться Пообщаться Все приходите Он там будет Потому что потом Он улетает Обратно в Штаты Ну в общем Если подвести итог Да Хабиб действовал как обычно Дастин знал что он будет так действовать У него был план на бой Но вообще ничего не получилось Да Один раз задел Но это так То есть Хабиб говорит что в принципе Там меня сильно то не шатнуло Ну то есть Было да Был урон Но он не такой чтобы я прям типа там Офигел Все говорит контролировал я Все прекрасно понимал Все видел Все чувствовал План на бой работал Даже там отдал вот голову Чтоб Парье там да Немножко попытался задушить И тем самым потерял силы Но вот пока никто Никто не может ничего придумать Я фиг знает Ну кто Остался только вот космический парень С чипом в ноге Тони Фердюсон Который возможно Знает как убить Хабиба Ему там где-то Откуда-то из космоса Инопланетине вещают И говорят ему План на бой Который может против Хабиба сработать Фиг знает Посмотрим Ну конечно этот бой хотелось бы увидеть Хотя недавно Недавно Конор Макгрегор У себя в инстаграме Или где-то там написал Что Организуйте мне бой Реванш с Хабибом в Москве В правом случае Бук-шмук Что-то такое Дана Вайт из-за денежек Может повестись на эту тему И Фергюсона опять сдвинут Но это будет прям нечестно И в Дана полетят вонючие ботинки Я думаю сначала надо Фергюсона А потом уже и Конор там Пускай потренируется пока Пускай пройдет кого-нибудь Ну реально Пускай кого-нибудь забьет Покажет что он действительно в форме Потому что вот так вот Пошел на пенсию Побухал Попил виски Побил стариков в баре Вышел Опять на титульный бой Ну блин Ну братан Ну что ты делаешь Давай не ломай систему Давай как все Вышел Доказал что ты в форме Пошел к титульному бою Еще кстати хочется отметить Что Тони то На спине себя очень неплохо чувствует И он скорее всего Вот так вот к сетке Вот так вот Как Парье Жаться не будет Скорее всего он будет Отдавать полностью гард Будет лежать на спине И там что-то пытаться Из Хабиба выкрутить То есть он там Супер джиу-джитсер И возможно Что то у него Снизу и получится Как у Нейта Диаса Кстати говоря Поэтому Тут вот в этом Интрига заключается Чья борьба за решает Джиу-джитсу Либо самбо Ударка не ударка В общем то Я думаю что вот Тони Вот действительно тот парень Который может дать Ну какой то Более менее конкурентный Бой Хабибу Я думаю сам Хабиб В этом заинтересован Это все прекрасно понимают По поводу обзора Если будет время У меня сейчас Немножко завал по делам Если будет время Обязательно сделаю обзор Но к сожалению Не смогу его выложить Ни на Ютуб Ни в ВК Все забанят Поэтому он будет В моем телеграм-канале Ссылка на мой телеграм-канал В описании Подписывайтесь туда Потому что в основном Обзоры я буду выкладывать Именно там Там кстати уже выложен Обзор Хабиба С Дос Анисом Который прошел Не помню сколько лет назад Но бой получился интересный Зрелищный И обзор на него Уже выложен в этой группе И еще там несколько Обзоров лежит Которых вы давно не видели Допустим там Конор Макгрегор Против Мэйвезера Обзор лежит Ломаченко Недавний бой Обзор там же в телеграм-канале Поэтому Переходи подписывайся И там же Скоро будут еще Новые новые обзоры Скорее всего Ты их увидишь Потому что Будешь подписан Какая блин логичная схема Да? Вот как то так И мы кстати пытались сделать Стрим этого промоушена Прям онлайн показывать Все бои Мы даже купили трансляцию Чтобы транслировать Вам Чтобы показать Весь основной карт Потому что по первому каналу Все играли в Пусть говорят До боя Хабиба Да? И ничего там толком не показывали Но нас блокировали Блокировали Заблокировали мне нахрен Группу Должны вот скоро Как то я ее там разблокирую Вот буквально на днях Так что она будет работать Не переживайте Я думаю что Когда это видео выйдет Она уже заработает И поэтому мы Перезапускали трансляцию Народ уходил Заходил Мы говорим Не выходите из трансляции Потому что заблочат И не сможете войти обратно Народ все равно уходил Куда-то не мог зайти Писали нам В общем там Получилось такое дерьмо Поэтому мы По старой традиции По нашей Будем показывать вам UFC бои На следующий день В обед Там в 12 в час Обычно это воскресенье Да? Когда вы уже просыпаетесь И мы вам показываем Все главные бои Весь главный карт Спокойно В хорошем качестве Нас особо Никто в это время Не трогает И это прекрасно Потому что и вы уже проснулись Не надо вам В 5 утра там Вставать ждать И мы уже В нормальном Как говорится Расположение духа Спокойно транслируем Вам бои Показываем В нашей группе В ВК это все происходит Если вы не подписаны Тоже по ссылке в описании Подписывайтесь Там мы показываем Бокс обычно Это онлайн То есть Время То когда идет бокс Где-то там За рубежом Мы в это же время Показываем его В группе ВК Обычно это тоже с утра происходит А UFC мы стараемся Показывать в обед В 12 в час Главное условие Просто не заходить Никуда в соцсети Ни в инстаграм Нигде не схватить спойлеров И спокойно прийти к нам На трансляцию И посмотреть вместе с нами Все эти бои Вот и все Все вот так вот В общем-то для вас Все ссылки в описании Я пошел Монтировать то Что вот я сейчас наговорил Надеюсь Все это получится быстро Все Я думаю все сказал Всем добра С вами был какой-то парень Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok